Дину Танцари Читает активистка. Человек, который уже совершил побои, неважно в какой степени вред здоровью, главное, что он совершил преступление. Первый раз 15 суток. Второй раз уже должна быть тюрьма. Понимаете? То есть не меньше года. И если это постоянно, систематически происходит, то сроки должны быть не меньше 5 лет. По словам Дины Танцари, даже если супруги развелись, муж может по-прежнему приходить и избивать свою бывшую жену. А закон смотрит на это сквозь пальцы. Защитные предписания в нашей реальности всего лишь бумага и никого не защищает. Опрос на улице показал, казахстанцы поддерживают ужесточение наказания за побои в семье. Нужно законы более ужесточить, а потом уже как-то люди начнут как-то бороться с этого. Люди думают, ну меня никто не накажет, я это делаю, я буду ее бить там, допустим, или детей своих бить и обижать. По словам правозащитника, все, что делалось до этого в сфере борьбы с бытовым насилием, лишь косметические меры. Ведь легким вредом здоровью в законе до сих пор называются трясения, переломы, отбитые внутренние органы. Чтобы перевести их хотя бы в категорию средних, пострадавшая должна пролежать в больнице как минимум 21 день. Юристы во многом разделяют позицию общественников и говорят, что сейчас насилие практически безнаказанны. Будет административный штраф, но он в принципе, при этом она будет ходить по судам, она будет давать показания на своего мужа. Будет такая большая правовая дорога, чтобы его наказали штрафом, а для него это не будет иметь возым. То есть, по идее, он может ее бить, не убивая, платить штраф и в правовом рамке находиться всегда нормально. Общественники призывают также внести в закон поправки о свидетелях и признать ими детей, которые чаще всего вынуждены видеть насилие. Эти психологические травмы не вылечить, а негативный опыт дети переносят во взрослую жизнь. Насилие процветает в работе, быту и в собственных семьях. Анастасия Новикова, Ирланд Бексеидов, Зал Турабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар».